В эфире ЛРТ программа «Итоги недели» в студии Наталья Кратович. Здравствуйте! Коротко о главных событиях прошедших дней. Сегодня такое решение принято на уровне правительства Московской области. И я этому подчиняюсь, потому что это как для нас закон. Владимир Ружицкий провел очередную встречу с жителями. Что волнует либерчан и когда решатся проблемные вопросы? Взял заказ первый сегодня. Остановить. Ну что, поделать, виноват. Водители такси проверят на законопослушность. Штрафники выявляются. Рейд по округу продолжается. Каковы первые его итоги? Чтобы бизнес знал, куда ему прийти со всеми своими проблемами, вопросами, радостями и чаяниями. Новые возможности для бизнеса в одном окне. Как они упростят работу предпринимателя? Постепенно вырос и все получилось. То есть главное иметь цель и все обязательно получится. И получилось на отлично. Бал медалистов прошел в округе. Сколько отличников в этом году выпустили люберцы? Расскажем в выпуске. Сейчас об этих и других новостях подробнее. Итоги недели подвели в Люберецкой администрации. Общую ситуацию в регионе прокомментировали представители власти и оперативных служб. Вопросы правоохранения, пожарной безопасности и безопасного детского досуга обсудили на совещании. 1750 обращений. Такой выдалась неделя для люберецких правоохранителей. Из 47 возбужденных уголовных дел 42 раскрыто по горячим следам. Выпускные жара стали дополнительными факторами риска. Весь личный состав практически занимается комитетом образования по выпускным. Как бы пока ничего не допущено. Также в связи с жаркой погодой занимаемся патрулированием с пожарными, чтобы не допустить загорания леса и других мест пребывания. В связи с погодными условиями в Люберецком округе объявлен особый противопожарный режим. 7 возгораний за неделю и 23 выезда пожарных бригад. Из загоревшейся квартиры спасены двое трёхлетних детей. Бедой обернулось воспламенение жилья в Малаховке. В результате пострадал выгонный Владимир Петрович с 59 года рождения. Диагноз термический ожог спины 1-й и 2-й степени. Отравление угарным газом 1-й степени. Находился в состоянии алкогольного опьянения. Почти 7700 обращений получила за неделю экстренная служба 112. Уберечь детей от опасности во время летних каникул поможет новое мобильное приложение. Суть работы приложения. Контроль позволяет установить местонахождение ребёнка с точностью до 20-100 метров в зависимости от зоны покрытия и метеоусловий. Контроль может осуществляться тремя основными способами. Инструкция о работе приложения системы 112 на этой неделе появится на информационных порталах и в печатных СМИ округа. Луиза Егезарян, Анастасия Юшкевич, Алексей Андреев, Валерий Абсалямов, телеканал ЛРТ. Проблемы дольщиков ЖК «Заречи», вопросы безопасности и порядок начисления платы за услуги ЖКХ. Очередная встреча с жителями состоялась у главы Люберец Владимира Ружицкого. На этот раз она прошла на базе 25-й школы. В беседе с главой приняли участие жители со всего городского округа. Тему продолжит Луиза Егезарян. В начале встречи глава округа отчитался перед жителями в проделанной работе, а также поделился планами по развитию муниципалитета. До конца текущего года все дома в Люберцах переведут на систему электронного голосования. А еще в скором времени люберчане будут оплачивать все услуги ЖКХ по единой квитанции. Цель одна, чтобы житель, который проживает в квартире, получал одну платежку. В этой платежке был весь перечень платежей. Электричество, тепло, вода, лифт, мусор и прочее. Я надеюсь, что где-то в конце июля, в августе жители будут получать единый платежный документ. Один из вопросов, поступивших к главе в ходе встречи, как раз коснулся этой темы. Порядок начисления оплаты за вывоз мусора до сих пор вызывает у люберчан недовольство и непонимание. Прошу пересмотреть тарифы по статье обращения с ТКО согласно фактическому накоплению и вывозу мусора. Последний прямой эфир с президентом вам об этом сказал, что нельзя завышать тарифы, а нужно брать по фактическому скоплению и вывозу мусора. Есть нормативы, тарифы, их утверждает комитет под ценами тарифа Московской области. Сегодня такое решение принято на уровне правительства Московской области, и я этому подчиняюсь, потому что это как для нас закон. Большинство обращений жителей связано с работой сотрудников полиции. Татьяна Кузнецова, к примеру, пожаловалась на хулиганов-подростков. Нарушителей общественного порядка она встречает на улице воинов-интернационалистов. Почему родители, почему службы, значит, полиция, участковые не занимаются, их до 30 и более человек собирается, разного возраста. Что эти дети творят у нас на площадках, все знают, все мучаемся. Люди к ним боятся, драка была, люди к ним боятся к этим детям подходить. Сергей Владимирович, давайте мы зафиксируем. Понятно, что детская площадка для детей, но если там на самом деле хамство, ну давайте с этим разбираться. Помощь правоохранителей необходима и в Малом Павле. Наша жительница микрорайона пожаловалась на долгое ожидание полиции. Недавно открывшийся опорный пункт в деревне Марусино не работает. Форма упорядочения и форма оформления за министерством, поэтому мы сейчас все документы подготовили. Как только это произойдет, опорный пункт действительно будет работать. Штат увеличен, это уже большой плюс, потому что штата тоже не хватает. Плюс у меня еще есть резерв в ДНД, который также будет патрулировать. Долго приходится ждать и дольщикам ЖК «Заречья», но только не приезда полиции, а ключей от своих квартир. Владимир Ужицкий поставил перед застройщиком задачу достроить дома до конца этого года. С начала года в Люберцах отремонтировали 500 подъездов. Недавно работа завершилась и в 17-м доме поселка КЗС. Как справились со своей работой коммунальщики и что еще беспокоит жителей, узнавала наш корреспондент Мария Кузьмичева. Все осыпалось. Окна у нас все были, рамы треснуты, стекла треснуты. Нам меняли стекла, но они не закрывались, потому что они все рассохлись. Наталья Ефимова живет в этом доме с детства. Как говорит жительница, стены подъезда претерпели многое. В том числе и пожары. На просьбу сделать косметический ремонт в подъезде предыдущая управляющая компания отвечала обещаниями. Но с приходом содействия жители успокоились. Был выполнен ремонт. Покраска стен, потолков, замена оконных блоков на современные, укладка на окольном покрытии на первых этажах, замена светительных приборов и почвовых ящиков. Теперь владельцев квартир беспокоит еще одна проблема – кровля. Когда сбивали зимой наледи с крыши, нам пробили шифер. И вот наш последний этаж, четвертый, мы два года уже сидим в ремонтах. Мы не можем делать ремонт, потому что мы не знаем, что будет в этом году. Наверху тогда видно будет вообще, что там на чердаке сделано. Потому что то, что словами показано, это не объяснить. Там на той стенке сейчас все белое, это то, что все текло. Все эти места по углам. Центр, угол, там центр под окном. И все углы. Это все текло всю зиму. Проблемы жителей не оставило равнодушным главу округа Владимира Ружицкого. Он пообещал разобраться в ситуации. Дом 50-х годов. Дом старый, естественно. Здесь есть вопросы. Люди задают вопросы к кровли. Есть протечки. Мы поставим задачу это все устранить. Понятно, что в новостройках ремонтировать нечего, потому что там в новых домах относительно все хорошо. А есть дома, как вот здесь, в 30-е годы, в 50-е годы. Эти все дома, конечно, старые и ветхие, будем говорить. Они требуют ремонта не только подъезда, но и капитальных ремонтов. Качеством ремонта подъезда Владимир Ружицкий остался доволен. С момента реализации программы «Мой подъезд» в округе отремонтировали свыше 2,5 тысяч подъездов. В этом году в очереди еще 600 объектов. Мария Кузьмичева, Александр Моисеев, телеканал ЛРТ. Новый руководитель госжилинспекции Московской области Ольга Федина посетила Люберцы. Знакомство с городским округом началось с проверки управляющих компаний. По просьбе жителей она оценила качество обслуживания многоквартирного дома на Преображенской улице. Начисление платы за электроэнергию на общедомовые нужды и обустройство парковочных мест для инвалидов стали основными темами встречи. С жалобами жители обратились к сотрудникам управляющей компании. Руководство ГЖИ, в свою очередь, разберется в ситуации и рассмотрит варианты решения проблем. Мы планируем провести собрание собственников многоквартирного дома. В рамках акции школы ЖКХ нашего двора 4 июля здесь, в Люберцах, проведем собрание собственников. Во всяком случае, мы попробуем встретить людей, собрать их вместе и обсудить наболевшие вопросы. К потере имущества слезам и другим последствиям ведут долги за коммунальные услуги. Рейд по квартирам неплательщиков прошел в Люберцах на улице Попова. Как быть, если задолженность выросла, а рассчитаться пока нечем? Узнавала наша съемочная группа. 83 тысячи рублей должен заплатить за коммунальные услуги Андрей Сверской. В результате его жена лишилась компьютера. Для возврата имущества долг нужно погасить полностью в течение 10 дней. Иначе компьютер будет продан, а вырученная сумма пойдет в счет долга. Переломом ноги и увольнением с работы объясняет Андрей Любимов долги за коммунальные услуги. Из-за регулярных долгов набежали пени. Теперь супругам нужно выплатить более 136 тысяч рублей, чтобы получить обратно конфискованный телевизор. Вы знаете, что у вас долги за коммунальные услуги есть? Да, но мы платим по 9 тысяч, как будто у нас... Текущие платежи? Нет, сверхтекущие. Сверх мы платим. Мы не хотим доводить сами до исполнительных производств, но большинство, к сожалению, игнорирует. И приходится применять такие вот мероприятия. Не только лишением собственности опасна неуплата коммунальных платежей. Сегодня есть и другие рычаги воздействия на должников. Например, злостный неплательщик не сможет выехать из страны. Также управляющая компания имеет право отключить в квартире газ, электричество и горячую воду. Не доводите до мероприятия взыскания вашего имущества, реализации вашего имущества с торгов. Приходите к нам в управляющую компанию и решайте все вместе с нами. О долгах за коммунальные услуги можно узнать на портале Федеральной службы судебных приставов. Если в отношении вас ведется исполнительное производство, лучше явиться лично по адресу улицы Кирова, 55. И попытаться найти решение вопроса вместе с сотрудниками службы. Если у вас есть доходы какие-то, платить в добровольном порядке, какими-то частями, либо процентами какими-то, чтобы вам обратили взыскание на заработную плату, на пенсию или остальные доходы, которые у вас имеются. Если долги за коммунальные услуги уже накопились, шанс решить проблему в досудебном порядке все равно есть. Главное не оттягивать и не игнорировать уведомления управляющей компании. Сотрудники транспортной и налоговой инспекции при содействии ГИБДД провели рейд по выявлению должников, а также проверили наличие разрешения на перевозку пассажиров такси. О результатах этого рейда в следующем сюжете. Чтобы не опоздать на занятия, Светлана Русанова решила вызвать такси. И прогадала. Водителя с машиной задержали. У перевозчика не оказалось путевого листа с отметками о прохождении медицинского осмотра и ТО. Сейчас уже опаздываем. Я прям волнуюсь. Потому что у нас осталось 30 минут до занятий. Ездим сюда два раза в неделю и всегда вызываем, пользуемся такси. Для водителя такая неприятная ситуация тоже стала неожиданной. За полгода работы в такси – это первое нарушение. Всему виной сон. Не успел оформить, проспал немножко. Поэтому не успел. Взял заказ первый сегодня. Остановили. Ну что поделать? Виноват. Сегодня водителю Филиппу Панфилову работать не придется. Его машину изъяли. Но не только ему не повезло в этот день. В это утро сотрудники ФНС также выявили должников по транспортным и имущественным налогам. Мы берем у человека паспорт, либо водительское удостоверение, вбиваем в программу. Программа нам показывает, есть ли у человека задолженность. Подобные рейды будут проводиться еженедельно. Под проверку может попасть любой авто. Мария Кузьмичева, Алексей Андреев, телеканал ЛРТ. В округе возросло число ДТП. Тревожную статистику обсудили на расширенном заседании комиссии по безопасности дорожного движения. О причинах роста аварии и путях решения проблемы расскажет Дарья Борисова. На 66% возросло число аварий на федеральных трассах, почти на 5% на региональных и на 26% увеличилось количество ДТП на муниципальных дорогах. Динамика настораживающая. Усугубляет ситуацию тот факт, что статистика касается происшествий с тяжелыми последствиями. Тем не менее, гибнуть на дорогах в этом году стали реже. Несмотря на то, что у нас есть некоторое снижение смертности от дорожно-транспортных происшествий, два человека, семь в этом году у нас и девять в прошлом году, нас это не может, скажем так, расслаблять этот показатель, потому что это очень важный рейтинговый показатель, который мы должны ежегодно снижать. Пять из семи смертей зафиксированы на региональных дорогах. Эта ситуация особенно беспокоит сотрудников ГИБДД. По статистике, чаще всего причиной аварии с летальным исходом становится незаконопослушность пешеходов. Они игнорируют правила и переходят проезжую часть в неположенных местах. Последний случай в час ночи человек умудрился прямо по подземным переходам переходить восьмиполозную дорогу под подземным переходом, не пленившись подняться туда наверх и был, к сожалению, травмирован смертельно. Профилактическая работа с пешеходами – первый шаг на пути к снижению смертности на дорогах. Социальная реклама – один из эффективных способов донести до жителей Азы ПДД. На заседании принято решение установить в округе стенды с информацией о случившихся авариях и их причинах. В 2019 году на территории округа произошло 108 дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими. Количество нарушений, совершенных водителями пассажирских автобусных маршрутов, по сравнению с прошлым годом, возросло на 6%. Одна из причин возникновения ДТП – несоблюдение режима труда и отдыха водителей. Организации, осуществляющие перевозки пассажиров, и не только, почему-то категорически не хотят, игнорируют у нас установку тахографа. Либо устанавливают тахограф, но карточки водителям не изготавливают. То есть вы на основании этого не можете контролировать, сколько у вас водитель в пути, сколько он отдыхал и вообще, что он делает. Артём Кондратьев отметил, что отсутствие тахографов во многих автобусах замечено у компаний «Мостранс Авто» и «Ран Транс». По словам представителей этих перевозчиков, все автобусы оборудуют необходимыми приборами до конца года. На совещании обсудили и наличие в транспорте видеорегистратора. Это показывает практика, что если есть в салоне автобуса установленный видеорегистратор, мы с вами можем что-то посмотреть, сделать водителя невиновным. То есть много разрешается вопросов. Немаловажный фактор имеет и техническое состояние транспорта. Так водители пассажирских маршрутов в округе обяжут не трогаться с места, пока пассажиры не сели или не взялись за поручни. Мария Кузьмичева, Алексей Андреев, телеканал ЛРТ. Получить полный комплекс услуг, не отходя от одного окна – это ли не мечта предпринимателя? Помочь ее осуществить должны центры предоставления услуг «Мой бизнес». Один из них открылся в офисе Банка Возрождения. О новых возможностях для бизнеса в следующем сюжете. Это мысль, которая сегодня воплощена в некое действие «Мой бизнес». Он должен получить развитие именно в среде предпринимателей и тех, кто желают этим заниматься. Потому что это должно стать неким толчком для создания нового бизнеса. Центр предоставления услуг «Мой бизнес» – это палочка-выручалочка и для тех, кто только планирует открыть свое дело, и для тех, кто готовится выйти на экспорт. В одном месте предприниматели могут решить все вопросы – от регистрации компании до получения кредитных средств по ставкам ниже рыночных в рамках государственных программ поддержки бизнеса. «Мы открываем Центр услуг для бизнеса в муниципалитетах Московской области с одной целью – чтобы бизнес знал, куда ему прийти со всеми своими проблемами, вопросами, радостями и чаяниями. Мы очень хотим, чтобы предприниматели рассказали нам, какие меры поддержки им необходимы, что еще мы можем для них сделать, чтобы им комфортно велось свой бизнес на территории Московской области». Банк «Возрождение» стал одной из площадок проекта не случайно. Работе с малым и средним бизнесом здесь всегда уделяли большое внимание. В прошлом году «Возрождение» стал частью финансовой группы ВТБ. Получив надежный государственный статус, Банк «Возрождение» сохранил ключевые принципы в работе с бизнесом – действовать в интересах клиентов в соответствии с приоритетами экономического развития Подмосковья. «Центр «Мой бизнес» предназначен для поддержки, помощи и консультации предприятия малого и среднего бизнеса. Банк «Возрождение» в свою очередь активно взаимодействует с клиентами, относящимися к этому сегменту. И это одна из ключевых задач Банка «Возрождение». Конечно, мы совместно с правительством Московской области поддерживаем этот проект и считаем, что он будет развиваться и он востребован. Услуги «Центра «Мой бизнес» обещают быть востребованными в Люберецком округе. Здесь работают более 15 тысяч предпринимателей. Специалисты нового офиса ждут их в Банке «Возрождение» с понедельника по субботу с 9 до 18 часов по адресу улица Смирновская, дом 2. Широкая линейка банковских услуг и качественный сервис. Все это стало доступнее для жителей Люберец. Здесь появился первый офис Федерального банка «Открытие». Его специалисты принимают клиентов на улице Красной. Специалисты банка «Открытие» отправились с корабля на бал. Если быть точнее, от праздничной ленты к своим компьютерам. Первый рабочий день филиала получился одновременно торжественным и насыщенным. Клиенты не заставили себя ждать. По всеобщим убеждениям, новый банк в Люберцах не лишний. Дополнительный банк – это всегда хорошо, это удобно. И это способствует развитию конкуренции и получению более качественных услуг для наших жителей. «Открытие» предоставляет физическим и юридическим лицам полный спектр банковских услуг. Люберчане могут открыть здесь вклад или депозит, оформить дебетовую и кредитную карты, получить услуги по страхованию. Особое внимание в «Открытие» уделяют поддержке малого и среднего бизнеса. Наш офис является флагманом в кредитовании юридических лиц и их обслуживании на территории Москвы и Московской области. Готовы предоставить высокотехнологические услуги, в том числе кредитование малого бизнеса от микрокредитов до крупных кредитов среднему и малому бизнесу. Приходя к нам, предприятие получает не только финансовую помощь, но и поддержку банка в зарплатных проектах. Полное сопровождение от открытия расчетного счета до развития бизнеса. Сергей Кириенко – предприниматель и постоянный клиент открытия на протяжении года. Открытие нового филиала пришлось как раз кстати. Предприятие Сергея находится неподалеку, а значит времени на решение финансовых вопросов теперь будет уходить меньше. Мы пользуемся целым рядом кредитных продуктов. Все оперативно рассматривается, все ответы на вопросы получаем вовремя и достаточно в полной мере удовлетворены тем качеством обслуживания, которое банк нам предоставляет. В Люберецком офисе банка все продумано для удобства посетителей. Зона банкоматов работает круглосуточно. Для деловых переговоров и встреч выделена переговорная комната, которая обеспечит конфиденциальность. Особенность филиала – депозитарий банковской ячейки, где клиенты могут хранить ценности. Клиентский центр у нас круглосуточный, который помогает клиенту в любую минуту консультировать, поддерживать и помогать совершать все необходимые операции. Тет-а-тет встретиться со специалистами Люберецкого филиала «Банка открытия» можно с понедельника по пятницу с 10 до 19 часов. Офис расположился по адресу улица Красная, дом 1. Мария Кузьмичева, Дарья Борисова, Сергей Гвозев, телеканал ЛРТ. Хочешь, чтобы твой торговый объект крепко стоял на фундаменте? Соблюдай правила. В округе продолжается борьба с незаконными постройками. Так, под принудительный демонтаж попал павильон на улице Урицкого. К самому магазину продуктов претензий нет, а вот пристройка к нему оказалась самостроем. Незаконно она признана по решению суда. Строение появилось на месте укрытия для пассажиров общественного транспорта. Возвели его с отклонениями от градостроительных норм, зафиксированы нарушения требований пожарной безопасности. Владельцам было дано время на добровольный демонтаж пристройки, но этим правом они не воспользовались. 31 мая в Москве завершился Всероссийский музыкальный фестиваль детского и молодежного творчества «Молодые таланты Отечества». Финал конкурса юных талантов освещал телеканал ЛРТ. В знак благодарности президент фестиваля Александр Воловик преподнес директору и коллективу Люберецкого телевидения почетные грамоты и памятные подарки. Вы от души как-то делаете передачи. И вот я смотрю съемки разных телеканалов, но у вас всегда получается прекрасно. Я очень рад нашему сотрудничеству. То есть люди, которые работают с душой, они делают то, что людям нравится, то, что людям по сердцу. Это главное. В этом году фестиваль «Молодые таланты Отечества» прошел в третий раз. Его приурочили сразу к двум праздникам – Международному дню защиты детей и Дню России. Кроме дипломов и кубков победителей, лауреаты фестиваля получили возможность выступить в праздничных концертах на главных сценах Москвы. Вот и детство прошло. Свои первые дипломы о профессиональном образовании получили выпускники детской художественной школы городского округа Люберцы. Какую подготовку дали учителя своим воспитанникам и чем ребята займутся в дальнейшем, узнала наша съемочная группа. Эта школа дала мне отличную базу для того, чтобы я поступила в колледж. Московский художественный промышленный институт. Четыре года из пяти лет Нинелли училась у Владимира Гуськова. Этого педагога девушка вспоминает с особой благодарностью. Интересные проекты, дельные советы и огромная моральная поддержка – так проходили уроки живописи. Дети у нас приходят разные. Кто-то очень способный, а кто-то не очень способный. Вот что интересно, что в процессе обучения часто те, у кого не хватает сначала каких-то способностей или таланта даже, со временем развиваются и часто даже обгоняют способных. Обладательница красного диплома Алина Лобанова вспоминает, что не всё давалось легко, случались и трудности. Сложно было рисовать что-то новое, пробовать себя в каких-то новых техниках. Интересным было делать какие-то полноформатные работы, возможно, с каким-то очень хорошо продуманным сюжетом, детализацией. Для художественной школы Люберец это 19-й выпуск. В учреждение входит три учебных заведения. На Октябрьском проспекте, на улице Урицкого и на проспекте Победы. Здесь всегда доброжелательны и рады новым ученикам. Я, конечно, хотел бы всем пожелать удачи, успеха во взрослой жизни и выразить надежду в том, что, достигая своих успехов, возможно, вы и послужите процветанию нашего Люберецкого округа и всей нашей Родины. Вдохновение и здоровой наглости пожелали классные руководители своим выпускникам. Дарья Борисова, Анастасия Юшкевич, Александр Моисеев, телеканал ЛРТ. 1300 учеников выпустились из стен Люберецких школ в этом году. 143 из них окончили учебу с отличием. Во дворце спорта «Триумф» для них прошел бал медалистов. Здесь награды нашли своих обладателей. Свидетелем этого большого праздника стала наш корреспондент Дарья Борисова. Медаль за особые успехи в учении – как признак усердия в умственном труде. Чтобы получить ее, школьникам нужно блеснуть знаниями. В старших классах учиться на отлично и подтвердить свои результаты на ЕГЭ. Высший пилотаж – сдать его на все сто. С этой задачкой со звездочкой справились семь выпускников этого года. Среди них Александр Голомазов. К блестящему результату его привела мечта поступить в МГУ. На самом деле ЕГЭ не такой сложный, как им может казаться, потому что существует Олимпиада, которая гораздо сложнее. И действительно каждый может это сдать. Потому что вот я, например, в восьмом классе был по математике, но вот где-то на четверочку-троечку даже. И вот постепенно-постепенно вырос, и все получилось. То есть главное иметь цель, и все обязательно получится. Александр Гордость лицея номер 12 учебное заведение вошло в тройку школ, выпустивших большинство медалистов. Здесь их 10. Столько же воспитал лицей номер 42. Абсолютный лидер по числу отличников – 41-я гимназия. 15 ее выпускников вышли на сцену за медалями. Вы можете, вы научились, научились главному. Научились учиться. Научиться, учиться – это очень важно, потому что вы научились такому очень кропотливому труду черпать знания, информацию и каким-то образом этим пользоваться. Все медалисты сдали ЕГЭ по русскому языку и математике минимум на 70 баллов. Это признак не только их эрудированности, но и профессионализма педагогов. Для учителей бал медалистов – такой же праздник побед и достижений, как и для школьников. Радость, гордость за наших выпускников, которые достойно пойдут во взрослую жизнь. Надеюсь, что у них в жизни все сложится наилучшим образом, потому что они трудились 11 лет, получали знания, старались, шли к этой победе. И желаю, конечно же, им успехов при поступлении в все высшие учебные заведения, которые они для себя выбрали, и чтобы они состоялись и как люди, и как специалисты в своей профессии. Церемония награждения завершилась дискотекой. Выпускники смогли повеселиться в последний раз перед новым волнительным этапом в своей жизни. Впереди поступление в высшие учебные заведения и годы студенчества. Дарья Борисова, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. Годы студенчества ожидают и выпускников 28-й школы. А пока глава округа Владимир Ружицкий посетил их выпускной вечер и поздравил ребят с окончанием школьных лет, дал напутствие в новую жизнь. Волнение, трепет и предвкушение судьбоносных событий для Миланы Кардановой этот день запомнится на всю жизнь. Все свое свободное время девочка занималась подготовкой к выпускному и тщательно продумывала образ. В таком виде я не появлялась в школе. То есть я была обыкновенная девочка, не красилась, не укладывалась и больше думала об учебе. И когда ты приходишь сюда вот такой красивый, но уже взрослый, и приходишь за красным аттестатом, это тоже очень волнительно. Волнуются не только дети и их родители, но и педагоги. Для них это первое выпускное в этой школе. Учебное заведение новое, школе всего два года. Но за это время учащиеся показали хорошие результаты. 50% учеников хорошисты. Вас ждет увлекательная, интересная, очень ответственная жизнь. Мы вам желаем всех жизненных благ. И хотелось бы пожелать, чтобы вы синюю птицу каждой свою поймали и на протяжении всей жизни держали ее за хвост и никогда не отпускали. Присоединился к поздравлениям и глава округа Владимир Ужицкий. Вместе с директором школы он вручил выпускникам долгожданные аттестаты. Первоначально вы понимаете, что надо получить профессию, это очень важно. А впоследствии все получится. Кто-то устроится в Москве, даю себе отчет. Кто-то уйдите даже подальше. А кто-то найдет работу в Люберцах. Поэтому мы вас здесь ждем, потому что нам нужны специалисты во всех сферах. Большинство выпускников уже определились с выбором учебного заведения. Помимо московских вузов, многие предпочитают продолжить обучение в округе. В приоритете такие вузы, как Гуманитарно-социальная академия, РГСУ и Российская таможенная академия. Мария Кузьмичева, Алексей Андреев, телеканал ЛРТ. Российские юноши и девушки отметили День молодежи. Наш корреспондент Мария Кузьмичева узнала у Люберчан, трудно ли сегодня быть молодым. На очереди рубрика «Свободный микрофон». Молодость и юность – это не только прекрасный период в жизни каждого человека, но и особое состояние души. Это время новых открытий, новых планов, реализации даже самых смелых надежд. Мы решили узнать у Люберчан, а легко ли быть молодым в наше время. До какого возраста человек считается молодым? Ну, лет до 30, наверное. 35. Ну, лет до 50, как минимум. Ну, обычно, как все говорят, что в душе вечно 17, поэтому у каждого своя молодость. Ну, когда у человека силы есть, когда он хорошо выглядит свежо, молодо, к нему и обращается молодой человек. Мне кажется, от возраста не зависит. Это внутреннее состояние души. Вечно. Как он себя чувствует? Всегда. Легко ли быть молодым? Да, легко. Ну, если ты любишь жизнь и любишь делать то, что тебе нравится, почему это должно быть трудно? Ну, не совсем легко, не совсем легко. Очень много обязанностей упадает на молодых людей. Очень много вызовов бросает жизнь, которую нужно решить. Конечно, легко. Это наслаждение жизни. Это получение удовольствия от маленьких вещей. В наше время, как раз, и легко. Возможно, заработать есть. Что еще? Учеба есть хорошая. Ты всегда будешь молодым. А может ли вообще молодость длиться вечно? Душевная, да. Жизненная, нет. Нет. Ну, если человек себя внушает, что он вечно молодой, то можно. Нет, все равно. Рано или поздно старость приходит. Да, если ты этого хочешь. Ты будешь всегда молодым. Что для этого? Заниматься спортом. Правильно питаться. Мне кажется, что нужно быть активным, жизнерадостным. Именно такой человек считается молодым. Но если сказать шутку, то можно использовать всякие крема, чтобы выглядеть моложе. А так никак. Как показывают опросы, люберчане считают, что молодость не знает временных рамок. Молодость – это состояние души. И чтобы подольше сохранить это состояние, нужно духовно развиваться и расти. И, конечно же, не забывать про спорт. Мария Кузьмичева, Алексей Андреев. Специально для рубрики «Свободный микрофон». На этом выпуск завершен. Еще больше информации и еще подробнее на нашем сайте и в сообществах соцсетей нашего телеканала. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова